Всем привет! Смотрите, как установить ReadyNAS OS на виртуальную машину в МВАРе. А еще, как восстановить данные с RAID 5.0, собранного на данной виртуальной машине ReadyNAS OS. ReadyNAS OS – это операционная система сетевого хранилища Netgear, которая предоставляет широкий набор функций для управления и защиты данных. Установка ReadyNAS OS на виртуальную машину позволяет использовать эту операционную систему на любом компьютере, где установлен виртуальный менеджер. Это очень удобно для тестирования, отладки и ознакомления с данной операционной системой. Также виртуальная машина с RAID NAS может использоваться в качестве резервной копии, чтобы сохранить важные данные, которые могут быть легко восстановлены в случае отказа физического устройства RAID NAS. В данном видео я подробно покажу, как установить данную операционную систему на виртуальную машину и как ее настроить для нормальной работы. И в завершении, как восстановить данные с RAID массива данной виртуальной машины на примере RAID 5.0. Для начала установки нужно скачать образ виртуального диска с операционной системой ReadyNAS. Ссылку я оставлю в описании под видео. Далее запустите в MWare и создайте новую виртуальную машину. Файл. Новая виртуальная машина. Здесь жмем Next. Операционную систему установим позже. Next. В окне выбора операционной системы выберите Дистрибутив Linux 64 бита. Next. Задайте имя виртуальной машины и укажите папку ее расположения. Next. И continue. Количество процессоров можно оставить без изменений. И объем оперативной памяти не меньше 512 мегабайт. В настройках сети выбираем режим моста. Next. Далее нужно добавить образ ранее скачанного диска. Здесь нужно выбрать тип SATA. Использовать существующий диск. И указываем путь к образу ReadyNAS. Open. Next. И сохранить существующий формат. Проверяем параметры и жмем Finish. Теперь осталось добавить несколько дисков. Запустить ее и начать установку. Откройте параметры виртуальной машины. Здесь внизу жмем Добавить. Жесткий диск. SATA. Создать новый виртуальный диск. Или если нужно добавить физические диски. Выберите данную опцию ниже. Указываем объем диска. Сохранить в виде одного файла. Next. Если нужно меняем папку. И жмем Finish. Таким же способом добавьте нужное количество накопителей. По завершению настройки кликните по кнопке запуска виртуальной машины. Если вы увидели такое окно, нажмите Есть для подтверждения. После начнется установка операционной системы RediNAS. На этом этапе вы сможете увидеть устройство в приложении Radar. Как видим по состоянию идет установка. Если установка прошла успешно, вы увидите версию установленной операционной системы и именем устройства. Чтобы узнать сетевой адрес хранилища, откройте программу Radar. Как видим, его состояние изменилось. Откройте любой браузер и введите в адресную строку IP-адрес устройства. Или кликните по кнопке Setup в приложении Radar. Устройство использует незащищенный протокол. Поэтому вы можете увидеть такое предупреждение. Для входа перейдите по ссылке. После нужно ввести учетные данные. По умолчанию логин Admin и пароль Password. После вы получите доступ к панели управления устройством и увидите окно приветствия. Здесь нажмите Next. Выберите часовой пояс. Задайте новый пароль администратора. Next. И Apply. Для запуска и завершения процесса настройки. Для доступа к хранилищу нужно ввести новые учетные данные администратора. На этом установка и настройка родина своей завершена. При первичной настройке система создает рейд-массив автоматически. Если вам нужно изменить его тип, его нужно будет удалить и перестроить заново. Для этого откройте вкладку Volumes и кликните по значку шестеренки. Здесь выберите удалить. Во всплывающем окне пишем DeStroy и жмем по кнопке. При удалении будут затерты все данные, которые хранятся на дисках. Теперь можно создать новый массив. Отметьте диски и кликните по кнопке Новый Тон. Задайте имя и выберите тип Rate. А затем кликните по кнопке Next и Create. После начнется процесс построения и ресинхронизации дисков. По завершении вы сможете залить данные в общую сетевую папку. Я создам новую сетевую папку. Далее в проводнике переходим к сетевому окружению и открываем хранилище. Если вы случайно удалили данные с виртуальной машины среди нас ОС. Или потеряли доступ к машине, она не запускается. В результате чего Rate массив разрушен. Достать из него информацию вам поможет программа для восстановления данных с Rate. Hetman Rate Recovery. Программа поддерживает все популярные типы Rate. И большинство файловых систем. Также поддерживает восстановление данных с виртуальных машин. Программа автоматически соберет из накопителей Rate. Вне зависимости от того, как он был собран. С помощью сетевого хранилища, контроллера или программный Rate. Скачайте и установите программу Hetman Rate Recovery на ваш компьютер. Если это физические диски, программа автоматически просканирует их и соберет разрушенный Rate. Если диски виртуальные, сперва их нужно смонтировать программу. Откройте меню сервис. Монтировать диск. Выберите тип образа. И нажмите далее. Затем укажите путь, где хранится виртуальная машина. А именно, виртуальные накопители, из которых состоял ваш рейд. Выделите папку и нажмите ОК. Здесь вы можете снять выделение с лишних накопителей. Далее. Программа, так же как и с физическими дисками, просканирует виртуальные накопители и соберет из них рейд. Здесь вы можете посмотреть подробную информацию о массиве. Для поиска файлов кликните по разделу правой кнопкой мыши «Открыть». В следующем окне выберите режим сканирования. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. Этот процесс займет меньше времени и поможет вернуть данные в большинстве несложных ситуаций. Если программе не удалось найти данные, запустите полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите «Проанализировать заново». В открывшемся окне выберите «Полный анализ». Укажите файловую систему диска и нажмите «Далее». По завершении анализа откройте папку, где хранились ваши файлы, отметите те, которые нужно вернуть и нажмите кнопку «Восстановить». Далее нужно указать место, куда их сохранить, диск и папку и снова нажать «Восстановить». Готово. По завершении все файлы будут лежать в указанной папке. Для удобства здесь реализирована функция поиска по имени файлов. А также утилита позволяет сохранить полную копию диска в файл, а затем работать с этим образом вместо физического диска. Такая функция помогает защитить данные на диске от перезаписи, выхода из строя или других ошибок пользователя. Нужно отметить, что восстановление данных с RAID массива может занять некоторое время, особенно если массив был поврежден. Также не гарантируется стопроцентного восстановления всех данных. Однако использование программы Hetman RAID Recovery может значительно увеличить шансы на успешное восстановление данных. В заключении можно сказать, что создание виртуальной машины среди нас ОС и восстановление данных с RAID может быть необходимым в различных ситуациях, связанных с потерей данных, сбоем оборудования или нуждой в тестировании и полноценной работы данной операционной системы. Независимо от причин, важно знать, как выполнить процедуру восстановления данных с помощью специализированных инструментов, таких как Hetman RAID Recovery. Надеемся, что данное видео было вам полезным и поможет установка R1 OS на виртуальную машину и восстановлением утерянных данных. А на этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok